Авиакатастрофа в Баварии. Возле города Карлштадт упал спортивный самолет. Пилот погиб. Кроме него на борту больше никого не было. Воздушное судно рухнуло в поле почти сразу после взлета. После удара об землю оно загорелось. Личность погибшего пилота и причину трагедии еще выясняют. В Сирии разбился российский транспортный самолет. Военный Ан-26 потерпел крушение при посадке на авиабазе Хмеймим. На борту находились 33 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из них не выжил. Все 39 погибших были кадровыми российскими военнослужащими. Отмечается, что катастрофа произошла в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы авиабазы. В российском Минобороне исключают, что самолет был сбит и считают, что наиболее вероятная версия крушения – техническая неисправность. Эта авиакатастрофа стала крупнейшей единовременной потерей России в Сирии. В общей сложности, по официальным данным, за время военной операции в этой стране погибли 82 российских военных. Еще одна крупная потеря косвенно связанная с Сирией – это крушение самолетами Минобороны Ту-154 под Сочи. На борту самолета находились 92 человека, в том числе ансамбль имени Александрова, выступавшие для военных на базе Хмеймим. Все они погибли. Причиной катастрофы назвали ошибку экипажа. Британия грозит России санкциями, если в таинственной болезни экс-шпиона Сергея Скрипаля обнаружат российский след. Об этом заявил глава британского МИДа Борис Джонсон. По словам министра правительства внимательно следит за расследованием инцидента в городе Солсбери. Накануне там в критическом состоянии с признаками отравления обнаружили 66-летнего бывшего офицера ГРУ России, осужденного на родине за шпионаж, а также его 33-летнюю дочь. И хотя я сейчас не указываю пальцем, я говорю правительствам всего мира, что любая попытка отнять невинную жизнь на территории Великобритании не останется безнаказанной. Если подозрения о Солсбери, которые, насколько я знаю, обоснованы, подтвердятся, мы вынуждены будем снова пересмотреть режим санкций и подумать о других мерах воздействия. Тем временем полиция английского графства Уилтшир пытается установить вещество, которое могло попасть в организмы экс-шпиона и его дочери и вызвать в них глубокий обморок. Предполагается, что это мог быть фентанил, опиоидный анальгетик, который применяется при анестезии. Мужчину и женщину без сознания на скамейке в торговом центре увидели прохожие. «Он делал какие-то странные движения руками и смотрел в небо. Мне стало не по себе. Сначала хотела подойти, но они были в полной отключке, и я не была уверена, что смогу помочь. Да, я оставила их на месте. Похоже, они приняли что-то сильно действующее». «Мужчину начало тошнить, но как-то странно. Его горло не двигалось, только рвота текла изо рта». По сообщениям полиции, медицинская помощь понадобилась также двоим правоохранителям, работавшим на месте происшествия. Однако их диагноз не уточняется. Власти пока не считают, что инцидент связан с терроризмом, однако учитывают всё. «Сотрудники полиции вместе с коллегами из скорой помощи и пожарной службы прибыли на место происшествия. Район оцеплен. У пары не обнаружено каких-либо телесных повреждений. Их доставили в больницу в Солсбери и поместили в реанимацию». Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России в 2006 году за государственную измену. По данным следствия, он был завербован британской разведкой Ми-6 и передавал ей сведения о российской агентуре за рубежом. В 2010 году его вместе с группой других осужденных за измену обменяли на предполагаемых российских агентов в Соединенных Штатах. Скрипаль получил убежище в Великобритании. Случай в Солсбери также напомнил о деле Александра Литвиненко. Бывший сотрудник российских спецслужб в 2006 году был отравлен полонием в Лондоне и вскоре скончался. Подозрение в убийстве Литвиненко пало на предпринимателей Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. По мнению британского следствия, они выполняли задание руководства России. Между тем, в Кремле заявили, что не располагают информации о происшествии со Скрипалем. Однако заверили, что Москва готова сотрудничать в расследовании совместно с британской стороной, если поступит такая просьба. КНДР обещает ввести мораторий на ядерные и ракетные испытания, провести прямые переговоры с Соединенными Штатами, а также не применять атомное и обычное оружие против Юга. О таких результатах поездки в Пхеньян сообщил глава южнокорейской делегации. Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые встретился с высокопоставленными чиновниками из Сеула. Во время визита стороны также договорились о первом за более чем 10 лет саммите двух Корей. В то же время в Вашингтоне заявили, что КНДР предположительно привела в рабочий режим главный атомный реактор страны Вьонбэне. Такие выводы были сделаны на основании спутниковых снимков. По словам экспертов, это может говорить о возобновлении производства плутония. Марш гнева во Флоренции. Десятки выходцев из Африки прошлись историческим центром города, опрокидывая мусорные баки, скутеры и цветочные горшки. Они скандировали «нет расизму». Людей возмутило убийство африканца. Накануне итальянец застрелил уличного торговца мигранта из Сенегала. По данным полиции, это преступление не связано с расизмом. Задержанный собирался покончить с собой, однако решил стрелять в каждого, кто попадется ему на пути. Для того, чтобы попасть в тюрьму и не быть обузой для своей семьи. Это не первый случай нападения на беженцев в Италии. Месяц назад в городке Мечерата сторонник антимигрантской партии расстрелял шесть африканцев. Ранения получили выходцы из Нигерии, Ганы, Гамбии и Мали. Ситуацию усугубляет победа антимигрантских сил на парламентских выборах в стране. Однако переселенцы, многие из которых нашли работу в Италии, стараются смотреть в будущее с оптимизмом. Я не боюсь своего будущего. Никто не планирует мое будущее, только я сам. Боже, помоги мне, дело не в людях и не в правительстве. Мы работаем в Италии. Мы работаем на рост Италии. Мы итальянцы. Я гражданка. Итальянская гражданка. Я благодарна, что я здесь и что я нашла работу. Тем временем поток мигрантов в Италию с июля сократился на две трети, после того, как власти Ливии ужесточили контроль над контрабандистами на побережье. Однако отчаявшиеся люди не перестают предпринимать смертельно опасные попытки пересечь Средиземное море. Накануне у берегов Ливии были спасены 72 человека. Среди них три женщины и 14 детей. В Берлине сгорели 10 машин. Вначале в административном округе Панков загорелись два фургона. Затем пламя охватило еще два автомобиля. Пожарные потушили пылающие машины, но все они сильно повреждены. По предварительной информации правоохранителей, это был умышленный поджог. Рядом с местом инцидента загорелся мусорный контейнер. Кроме того, на улице Эрих Лодеманштрассе сгорели еще шесть автомобилей. Точную причину пожаров выясняют. Пенсионерку из Тюрингии в супермаркете укусила змея. Это произошло в коммунии Тифенорд, когда 76-летняя Бербель Шарен хотела взять с полки ящик с апельсинами. Внезапно она почувствовала колючую боль в животе. Уже дома женщина обнаружила две черные точки на коже, которые болели все сильнее. Врач подтвердил, что это укус змеи, но как-то умудрилась пробраться к животу женщины, пока неизвестно. Супермаркет закрыли, ждут результата в анализе крови, чтобы отследить цепочку поставок дистрибьютора и понять, какая рептилия укусила покупательницу. В понедельник была проведена полная зачистка магазина. Главное моторшоу Европы во вторник открылось для журналистов. В этом году в Женеву съехались более 180 автопроизводителей, которые проведут около 110 премьер. Больше всего на автосалоне внедорожников и спортивных автомобилей. Они остаются главными на мероприятии с 1905 года. Немецкий Volkswagen показал концепт ID Vision. Это линейка, которая будет запущена в производство в 2020 году. А Vision – это самый главный ее представитель. По сути, это не автомобиль, а беспилотная капсула, где нет ни руля, ни педалей. Это будет персональное транспортное средство. Кроме того, Volkswagen показала в Женеве беспилотный школьный автобус – Cedric School Bus. Работает он следующим образом. Как только дети готовы к выходу из дома, родители жмут кнопку на смартфоне, и беспилотник подъезжает прямо к крыльцу. Далее умный электрокар довозит школьников к учебному заведению, а те прямо в движении развлекаются или учатся. Для этого ветровое стекло превратили в огромный OLED-экран, а рядом с сидениями вмонтировали в дверь доску для рисования. По прогнозам производителя, полностью беспилотные шаттлы могут стать реальностью уже к 2025 году. Национальные экономики мира за последние 10-20 лет соответствовали глобализации. Я думаю, что мы должны изучить этот довольно удивительный подход. Среди суперкаров совершенно новые модели представили Ferrari, McLaren, Lamborghini и Carbilati. Таких машин в Женеве ровно столько же, сколько премьер от массовых производителей. Накануне открытия ежегодного международного автосалона в Женеве организаторы мероприятия по традиции вручили награду «Лучшей европейской машине года». Победителя среди семи номинантов определяли по результатам голосования, в котором принимали участие 58 автомобильных журналистов. Первое место они отдали компактному кроссоверу Volvo XC40. Автомобиль был представлен в сентябре прошлого года на специальном мероприятии в Милане, а его выпуск наладили в бельгийском Генте. С тех пор он получил немало восторженных отзывов специалистов. «Я думаю, что это машина будущего, не только для Volvo, но и для всей автомобильной индустрии. Это растущий сегмент. Людям нравятся внедорожники. Они сидят чуть выше, видят чуть дальше и чувствуют себя в безопасности. Именно такими и должны быть автомобили Volvo». Все желающие смогут посетить Женевский автосалон с 8 по 18 марта. Редких белых косуль удалось сфотографировать любителю природы в Гамбурге. Он часто снимает пейзажи для эмоциональной разрядки. Белые косули на лугу между районами Неттленбург и Алермюэ относятся к его лучшим снимкам. «За эти снимки я безмерно благодарен матушке природе. Это самый лучший подарок для меня». Фотографии белых косуль являются очень ценными из-за своей уникальности. «У косуль такое встречается крайне редко. Абсолютно очевидно, что это генетический дефект, но не альбинизм. Кажется, это лейкизм, то есть у животных наблюдается отсутствие пигментации». Эти особенные косули на лугах Гамбурга задержатся ненадолго. Уже совсем скоро там начнут строительство нового района. Однако пока диким животным в этих местах живется очень хорошо. Редактор субтитров А.Семкин